Сезон внешних отмелей. Эльдорадо в третьем, этот фокусируется на Клиффхенгере из финала. Группу попросили найти спрятанное сокровище черной бороды. Важные откровения о персонажах, несколько сюжетных линий и финал, где Сара и Поуп, казалось, обречены. Давайте разберем все, что можно вынести из первой части четвертого сезона. Вот объяснение концовки четвертого сезона внешних отмелей. Предупреждаю, видео содержит спойлеры. К концу первой части сезона мы видим, что на кону стоит многое для всех персонажей. Сара и Поуп оказались в катакомбах Чарльстона, где живые встречаются с мертвыми, и они в итоге, они оказались в ловушке, и вода, казалось, вот-вот поднимется и утопит их. У нас была Клео, жаждущая мести Лейбнеру за убийство Терренса, который был ей как отец. Джон Би переживал утрату отца и не смог убить Лейбнера, когда тот был прямо перед ним. А Джей Джей узнал, что Люк не его отец, он из красного поколения, а Лариса его мать. Давайте начнем с главной истории, спрятанного сокровища черной бороды. За первые пять эпизодов произошло несколько убийств. Нашли мертвого на пляже, были убиты Уэс, Генретт и Терренс. Уэс верил, что его семья проклята уже давно, после смерти дочери Ларисы, и думал, что найдя амулет черной бороды и скрытое сокровище, сняло бы проклятие, мучившее его семью годами. Поэтому группе и поручили это. Сходство первых двух убийств в том, что причиной смерти в обоих случаях, похоже, было удушение. Глядя на Лейбнера, того самого, кто искал то же сокровище, что и Уэс, когда он пытался убить Клео дважды, он клал руки ей на шею. Так что, мне кажется, он сейчас главный подозреваемый. Я бы также сказал, что есть что-то подозрительное взять у Уэса, так как он быстро подставил группу, указав на их присутствие на месте убийства Уэса без колебаний, направляя полицию в ту сторону и от себя. Проклятие, я думаю, нереально. А Уэс и его семья, вероятно, стали жертвами людей, использовавших их и стоящих за убийствами. Зять, похоже, кайфует от богатства семьи. Это могло подтолкнуть его убить Уэса и забрать все себе. Он мог не знать, что Джей Джей реально родня и имеет больше прав на наследство. В конце мы видим. Лейбнер с амулетом черной бороды расшифровал надпись и понял, что клад в Чарльстоне. Он с бандой прибыл на кладбище одновременно с Оби Икс и пробрался через гроб. Внутри они нашли искомый цветок, вылезли обратно и заперли гробницу. Пауп и Сара, прятавшиеся там, оказались в ловушке. Никто не знал, где они. Вода прибывала. Казалось, они могут утонуть и застрять там навсегда. Однако, думаю, очевидно, что они выживут. Изначально искали синюю корону, но не нашли. Полагаю, они найдут выход и продолжат поиски. Другая важная сюжетная линия сезона была связана с Рейфом, Софией и Холлес. Холлес развивала бизнес на Козьем острове и хотела, чтобы Рейф вложился для хорошей прибыли. Но ясно, что она манипулирует им, используя его скорбь по отцу. София сначала поддерживала это, но потом совесть взяла верх. Она хотела уберечь Рейфа от Холлес, но было поздно. Документы уже подписали. И казалось, Рейф потеряет все. У Рейфа в голове звучал голос отца о ценности семьи и единства. С этой мыслью он решил воссоединить свою семью. Похоже, во второй части сезона характер персонажа может измениться, и он попытается наладить отношения с Сарой. Посмотрим. Думаю, потеряв почти 400 тысяч долларов, ему понадобится помощь. Последняя сюжетная линия, которую мы наблюдаем, сосредоточена вокруг Джей-Джея. В шоу всегда чувствовалось, что персонаж не вписывается. Но в этом сезоне это изменилось. Во время 18-месячного скачка времени в финале третьего сезона это было показано в первой серии четвертого сезона. Когда группа открыла магазин «Дом на деньги» от золота Эльдорадо, он, наконец, почувствовал свою принадлежность и цель. Он заходил слишком далеко, например, когда заплатил более 30% стоимости участка земли, где они построили магазин, а также когда поставил последний кусок золота на себя. В гонке, которую он проиграл, то самое, что привело их к необходимости искать сокровища черной бороды. Только Джей-Джей обрел чувство принадлежности, как теперь кажется, что именно это он и потеряет, ведь в конце мы увидели, что его расследуют как главного подозреваемого в убийствах из-за защиты Киары и обещания убить любого, кто ей навредит, а также из-за того, что его отец оказался не тем, кем он думал, как и его мать. Похоже, в следующей части персонаж будет метаться, пытаясь снова найти себя. Также кажется, что его жизнь может измениться из-за происхождения из богатой семьи. Наш обзор сезона. Я считаю, что первые пять серий четвертого сезона были действительно неплохими. Разделение на подсекции с несколькими сюжетными линиями – отличный способ структурирования. Казалось, у каждого в этом сезоне была своя линия, что здорово. Когда показывали другого героя, история не теряла нить. Что касается поиска сокровищ, эта часть кажется слабее, чем в третьем сезоне. Третий сезон ощущался как настоящее приключение, а этот кажется более камерным и менее масштабным. Возможно, потому что они ищут что-то конкретное. Надеюсь, вторая часть четвертого сезона будет более масштабной. Внешние отмели стали жертвой новой стратегии Netflix. Выпуск нескольких серий, а затем ожидания остальных. Но похоже, что это задумано как первая часть, с ощущением середины сезона, что меня не расстроило. Порой монтаж кажется хаотичным, нарушая плавность повествования и отвлекая зрителя. В этом сезоне мне особенно нравится сюжетная линия Джей Джея. Его конфликт стал центральным, что приятно разнообразило шоу. Что касается актерской игры, весь каст отлично справляется со своими ролями. Их игра убедительна, а взаимодействие персонажей очень интересно наблюдать. Единственный минус – мы почти ничего не знаем о главном злодеи, что немного разочаровывает. Понимаю, что сейчас это тайна, но хотелось бы ясности в следующих сериях. Почему-то у меня предчувствие, что в этом сезоне погибнет один из главных героев. Не знаю, кто именно, но интуиция подсказывает что-то такое. Кто-нибудь еще это чувствует? Думаю, это может быть Рейф. Похоже, история Рейфа подходит к логическому завершению, что вписывается в общий сюжет. К счастью, ждать выхода следующей части осталось всего пару недель, так что это недолго. Пока что нам остается только строить теории о том, что может произойти дальше. Итак, вот вам объяснение концовки четвертого сезона внешних отмелей.